Вернемся к доказательству нашей теоремы. Доказательство теоремы про то, что в каптонографии есть очень жирный двудольный подграф. Давайте зафиксируем граф совершенно произвольный. Фиксируем граф G с множеством вершин V и множеством ребер E. Мощность V у нас равняется N по условию. Мощность E у нас равняется E, маленькая тоже по условию. Это просто данные параметры, которые есть в формулировке теоремы. Вот зафиксируем любой такой граф. А дальше сделаем такую, если хотите, схему испытаний вернули. Ну, простенькую схему испытаний, потому что V будет равняться 1 и 2. И будем строить множество, как в тех примерах, которые мы разбирали в прошлый раз. А именно, давайте вот множество вершин V, это как всегда 1 и 2 и так далее N. То есть, ну, просто по-прежнему, как обычно, как во всех наших студиях, считаем, что вершины это числа от единицы дали. Так? И дальше, вот в этом множестве выделяем случайное подможество по тому Бернулиевскому правилу, которое у нас с вами уже было. А именно, берем первый элемент и с вероятностью 1 и 2 кладем в него строющееся множество. С вероятностью 1 и 2 не кладем. Берем второй элемент, с вероятностью 1 и 2 кладем в него строющееся множество. С вероятностью 1 и 2 не кладем. Помните, была такая конструкция, да? Да. Мы считали там вероятность того, что пересечение пустое, вероятность того, что попарные пересечения пустое. Выберем отсюда случайное подможество А. А – случайное подможество. Оно может получиться пустым. А – случайное подможество. Каждый элемент из этого мозга кладется в него независимо от остальных с вероятностью 1 в 2. С вероятностью 1 в 2. Ну и кладется с вероятностью 1 в 2, естественно, тоже. Вот построили такое случайное подможество. А теперь, давайте возьмем случайную величину. Но прежде чем мы ее возьмем, я дам такое определение. Смотрите, вот граф-то нам дам, он зафиксирован, он не случайный. Помните еще об этом, да? Да. Граф-то он не случайный, случайный вот этот подможество, какой-то вспомогательный. А граф фиксирован. У него есть елё. Давайте скажем, что ребро, какой-нибудь, как бы его назвать, х, ну, ребро, ну, понимаете, это же пара, да? Параграфик. Ребро х, и, и является мостиком. Ребро х, и является мостиком, Если х принадлежит а, а у не принадлежит а. То есть вот можно нарисовать так, в терминах сардельных. Вот это наше множество в, которое вообще-то состоит из чисел от единицы до n, но я его условно нарисую как сардельку такую, да? А вот в нем выбралось случайное подмножество а. Так вот, конкретное ребро из множества е является мостиком, если оно устроено вот так вот. Оно является мостиком из вот этого случайного островка а и его дополнения. Понятно на определение, да? Да. Ребро является мостиком, если оно является мостиком. То есть это является мостиком. Вот, но согласитесь, что ребро является мостиком случайно, в зависимости от того, каким получится вот это множество а. Это случайное событие. Данное ребро, оно не случайное, а множество А случайное. И вот, например, вот это ребро, оно не оказалось мостиком для случайного множества, потому что А реализовалось именно так. А вот это ребро оказалось мостиком. Так. Давайте возьмем случайную величину Х большое. Внимание! От чего зависит случайная величина? Что является вообще здесь элементарным исходом? Ну, А, конечно. Элементарный исход – это А. Мы построили случайное множество, вот оно элементарный исход. Всем понятно, точно? Да. Так. Значит, Х зависит от А. У нас случайное множество А, значит, случайная величина – это функция от аргумента А. Вот давайте Х от А определим как число мостиков. Вот реализовалось случайное множество, и мы считаем, сколько есть ребра исходного грампа, который фиксирован, и которые служат мостиками из этого множества в его дополнение. Понятно? Что такое Х? Вопрос – чему равняется математическое ожидание Х? Зачем? Это другой вопрос. Вот зачем это я вам как раз продемонстрирую? В этом-то весь мой пафос и состоит. А вот чему равняется математическое ожидание? Считать как упражнение стандарт. Сколько в среднем мостиков? Естественно, надо считать с помощью линейности. Естественно, надо считать с помощью линейности. Вдруг кто-нибудь скажет. Кто-нибудь скажет, я порадуюсь. А вот ничего сложного нет. Дан граф, у него есть некоторый перечень лёдер. Всего этих лёдер 2 штук. И каждый из этих лёдер может как быть мостиком, так и не быть мостиком. Замечаете какую-то закономерность? Как быть, так и не быть. 1 и 0, да? Да. 1 быть, 0 не быть. Значит, наверное, Х это и есть сумма таких индикаторов, правда? Да. Так. Давайте так напишем. Х это Х1 плюс и так далее плюс ХЕ. Где ХИД от А, это есть единица. Если ИД ребром графа Ж. Мостик для этого множества А. Мостик для А. И 0 и наш. Согласны, да, что Х это сумма просто, и, кстати, это все. Мы каждое ребром потестировали на одном мостике, это 0 и не мостик. Столько единиц сложили, сколько мостиков. Да. Стандартная вещь. Чему стал быть равняется математическое ожидание Х? Мощность А. Нет, почему мощность А? Сумма математических ожиданий. А, да. Все, все, все стандартно. Матраждание Х1, матраждание ХЕ. Ну да. Чему равно матраждание Х Сытого? Ну, естественно, вероятность того, что конкретное ребро, вот давайте считать, что вот там есть конкретное ребро графа, вот нам нужно посчитать вероятность того, что конкретное итое по счету ребро нашего графа служит мостиком. Так, а как посчитать такую вероятность? Вот когда ребро служит мостиком? Когда либо первая его вершина Х принадлежит А, а Y не принадлежит А, либо наоборот вторая принадлежит, а первая не принадлежит. Правда? Да. Ну, давайте посмотрим вероятность того, что первая принадлежит, вторая не принадлежит. С какой вероятностью первая вершина конкретного ребра принадлежит случайно множеству? Просто поопределим. Одна вторая, конечно. Одна вторая. А вторая не принадлежит? Одна вторая. Значит, одновременно? Одна четвертая. Одна четвертая. Гениально, гениально. Ну и есть дополнительное событие, что вторая принадлежит, первая не принадлежит. То есть... Одна четверть плюс одна четверть равняется одна вторая. Да. Правда? То есть у нас получается просто 1 вторая умножить на е. Получается? Да. Мат ожидания каждого эксидова это просто 1 вторая мы посчитали в уме. И мат ожидания мы посчитали в уме. Все совершенно просто. А вот теперь смотрите. Теперь смотрите. Вот важнейший принцип, который используется, зачем вообще использовать математическое ожидание? Если мы знаем среднее значение, мат ожидания не забывайте, это среднее значение, да? Среднее значение веса, например, в этой аудитории, да? Правда же мы можем утверждать, что есть человек, у которого вес не меньше, чем это среднее значение? Да. Ну там, если это среднее, а мат ожидания это среднее, то понятно, что всегда есть человек, у которого вес не меньше, чем среднее. Равно как, в прочем, есть человек, у которого вес не больше, чем среднее. Но нас сейчас интересует именно вот первый вариант. Мы утверждаем, что отсюда вытекает следующее, что существует, существует такое А, для которого Х от А больше не выравняется Е пополам. Мы вычислили среднее значение, но в роли людей были вот эти подможенства, которые мы строили случайно. Мы не людей выбирали случайно, а подможенства выбирали случайно. И мы выяснили, что среднее значение это Е пополам. Значит, есть некоторое конкретное значение на конкретном каком-то подможенстве, которое не меньше, чем Е пополам. Вот это на нас. Понятно? Да. А теперь давайте осознаем, что это значит. Давайте я перерисую картинку. Вот здесь вот. Пока порасмыслите, пока я стираю. Все очень красиво. Смотрите. Мы доказали, что точно где-то есть такое А. Такой островок А. Да? Да. Что число мостиков для этого островка не меньше, чем я попал. То есть вот есть один мостик, вот есть второй мостик, там какой-то там третий мостик, четвертый и так далее. И всего их не меньше, чем я попалам. Да. Ничего не напоминает? Ну, это и есть. Это и есть две доли. Знаете, вот одна доля – это А. А другая доля – это В минус А. Вот я по-другому выдернул. Вот это А, вот я его сюда перенес, так. Это А. А, а вот это В минус А. Все остальные вершины, которые в Аню попали. И мы нарисовали кучу мостиков. Вот таких вот. Кучу ребер. Вот они так идут. И их не меньше, чем я попалам. Все. Это удовольный граф, у которого не меньше, чем я попалам. Оказано? Это вот простейший пример, как использовать знания о математическом ожидании случайной причины. При этом я хочу подчеркнуть тот пафос, что мы никакого алгоритма отыскания этого множества не предлагаем. Мы лишь доказываем, что это множество точно где-то есть. Ну, тупейший алгоритм теперь, это просто перебрать все возможные подмножества. Понятно, что сложность такого алгоритма 2 в степени N операции. Потому что подмножество 2 в степени N что? Но, да, при этом еще потом надо каждое подмножество тестировать, образуя нужный глудольный граф или нет. То есть операции даже больше, чем 2 в степени N. Это ужасно, но зато мы точно знаем, что когда-нибудь свой квадриллион километров мы пройдем. То есть сколько не потребуется, а когда-нибудь мы это точно получим. Мы доказали существование такого алгоритма с помощью вот такого вероятностного метода.